Всем привет! Во времена активного антипиара вейпинга не смог пройти мимо данной информации. Прочитал я о результатах этих исследований на сайте testyvape.ru и вот хочу с вами поделиться. Это вроде как свеженькое исследование. Департамент общественного здоровья Калифорнии провел анализ образцов воздуха из вейпшопов, расположенных по всему штату. Это стало частью инициативы по определению эффектов, оказываемых на здоровье граждан пассивным парением, которое нынче очень сильно форсится различными организациями, заинтересованные в жестком регулировании рынка электронных сигарет. Если помните, был такой формальдегидовый хайп, потом диацетиловый, а может диацетиловый был до этого, в общем не суть. В своем блоге эксперт по общественному здоровью доктор Майкл Сигель указал на то, что один из образцов для этого отчета был взят в относительно небольшом и непроветриваемом вейпшопе, в котором многие из сотрудников и 13 посетителей активно парили прямо во время забора пробы воздуха, что можно считать соответствующим высокому уровню пассивного парения. Намного более высокому, чем когда кто-то стоит и парит вдалеке от человека на открытом воздухе, которому промыли голову Маушева и прочим продажным с миссбродом, и он считает, что погибает от вдыхаемого пара. Так вот, в этом шопе, где парили 13 посетителей и сотрудники шопа, несмотря на эти невыгодные для вейперов условия, результаты все равно не показывают никаких тревожных уровней каких-либо опасных веществ. Вот цитата. Это исследование, несмотря на то, что образцы были взяты в очень запаренном, непроветриваемом вейпшопе, в котором множество сотрудников и посетителей парили и были видны облака пара, подтверждает отсутствие в образцах каких бы то не было угрожающих уровней опасных химикатов. Это цитата доктора Майкла Сигеля. На экране сейчас появятся результаты образцов, взятых в шопе. Я немного отойду, чтоб они вместились. Неужели формалегидовой химиофобии конец? Доктор Сигель насчет его фамилии. Никаких шуток, в описании будут ссылки на исследование, и он не имеет ничего общего с компанией Сигелей и славянскому жаргонному названию этих модов Сигель. Так вот, доктор Сигель указывает, что уровень формальдегида, обнаруженный в образцах, соответствует нормальному уровню для воздуха в помещении, учитывая условия взятия проб и добавляет, что единственными другими соединениями, найденными в образцах, были этанол и изопропиловый спирт. Это исследование, несмотря на то, что образцы были взяты в очень задымленном непроветриваемом вейп-шопе, в котором парили сотрудники, посетители, были облака, подтверждает отсутствие в образцах каких бы то ни было угрожающих уровней опасных химикатов, как была цитата. Никотина в образцах практически не было, уровень формальдегида не отличался от уровня во многих других помещениях с похожими условиями вентиляции. Ацетон, ацетаин, другие альдегиды, талуол, бензин и ксилен найдены не были. Соединения, обычно связанные с попкорновыми легкими, также не были найдены обычными методами. Это пишет доктор Сигель 213. У правительства, в общем-то, нет никаких причин запрещать парение, но когда это кого-то останавливало. В Государственную Думу РФ внесли новый законопроект о вейпинге. В случае принятия электронные сигареты приравнивают к табаку. То есть запретят вейпинг в общественных местах, продажу устройств, в жидкости несовершеннолетнем, рекламу и т.д. Про акцизы я уже молчу. Пиши в комментариях, что ты об этом думаешь. Ну понятно, что запретить несовершеннолетним парить это неплохо. Штрафовать мудаков, которые парят в метро или аэропорте, напрягая кучу людей, тоже. Но блин, вот давайте объективно. Вы во сколько лет начали курить? У вас были проблемы с тем, чтобы достать сигареты? Ладно, лирика. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Вообще, это исследование добавляет еще одно доказательство тому, что в реальной жизни пассивное парение не несет никакой угрозы для здоровья. Закон строится вроде как на защите граждан от табака курения. Этот эксперт, который с сигель, добавляет, что несмотря на то, что он лично стоял за многими ограничениями, наложенными на курение, учитывая эти доказательства, он не видит повода для правительства запрещать парение в общественных местах. Дальше его цитата. Опять, что касается вейпинга, я просто не вижу никаких разумных доказательств тому, что он представляет какую-то угрозу для тех, кто просто стоит рядом. Ссылки на источники вы найдете в описании этого видоса. Спасибо Николаю Толмачеву за перевод, который он делал в принципе для тесте вейпа, но эту инфу я взял оттуда. Ну а тебе, конечно же, спасибо, что досмотрел до конца, приятного. Пока, надеюсь, вейпинг не запретят полностью. Ну и пиши, что ты думаешь по этому поводу. Источники, если тебе интересно, в конце. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok